Турникетом быть, но временно и только в четырех автобусах. По крайней мере, таково решение транспортной компании АДМ на данном этапе. Об этом в нашей съемочной группе рассказал Андрей Алферов. Напомним, пропускные системы появились в городских автобусах маршрута номер 9С недавно. По словам помощника генерального директора Владимирского перевозчика, установка турникетов позволит посчитать количество пассажиров на маршруте. Эксперимент продолжит до февраля этого года. А вот о дальнейшей судьбе новой для Владимира автобусной системы решение еще не принято. Ясно одно, наиболее загруженные маршруты продолжат работать по прежней схеме. Мониторинг пассажиропотока производится для того, чтобы видеть картину не только на этом маршруте, но она экстраполируется и на другие маршруты. Поскольку поставить на другие маршруты данные устройства, данные турникеты мы не можем, так как слишком большой пассажиропоток. Это просто остановит транспорт и будут очень сильные задержки по маршрутам. После проведенного мониторинга станет понятно, кто платит за проезд, кто передвигается по проездным, на каких остановках собирается больше всего людей. В целом это должно помочь улучшить транспортную ситуацию в городе, рассказывает в руководстве АДМ. Вместе с тем компания сделала все, чтобы людям, которые пользуются маршрутом 9С, новая система доставляла минимум неудобств. Вход в таких автобусах через переднюю дверь. Здесь и находится турникет. К нему ничего прикладывать не надо, достаточно просто пройти систему и продолжить свою поездку. Наша съемочная группа решила поинтересоваться у самих пассажиров, а как они относятся к новой проходной системе в четырех автобусах Владимирского перевозчика. Я думаю, компании виднее и не составляет труда открыть среднюю дверь, для того, чтобы мама с ребенком и с коляской зашли в автобус. Для меня, как для мамы, сложности нет, что турникет поставили. Нам открывается средняя дверь, заходим, все удобно. Я считаю, что это просто новый эксперимент. Я же ездила в Москве, знаю, как там. Меня лично это не беспокоит. Отличительные особенности новой системы – это дешевизна и высокая точность подсчета. Электронные счетчики слишком дорогие и порой могут предоставлять неточную информацию, рассказывают в руководстве АДМ. По словам представителя Владимирского перевозчика, собранная информация поможет выработать новые правила для автобусных маршрутов. Временные и частичные меры – это путь к удобству всех, говорят в АДМ. Алексей Домин, Егор Хребко, 6 канал.